В этом видео мы с вами поговорим про еще один элемент, который появился в версии 4.24, это Sky Atmosphere. Давайте с вами вытащим его на сцену, вот мы с вами его добавили, и для того, чтобы он заработал, необходимо у Direction Light здесь установить такой параметр, как, давайте проще будет его найти, Fog, Atmosphere, Fog, Sunlight. Ставим галочку. Все, после этого у нас с вами, теперь мы видим вокруг, появилась некая какая-то оболочка, как раз это и есть так называемая атмосфера. Здесь у нас, поскольку у атмосферы сейчас радиус достаточно большой, 6360 километров, но тем не менее хочу посмотреть именно атмосферную оболочку, поэтому я, с вашего позволения, вот выйду. Вот видите, такая у нас как бы атмосфера. Ну, в принципе, как будто бы из космоса смотрим. Вот, вернем все обратно. Так, так. Вот, это что касается атмосферы. Значит, для чего она вообще нужна? Для того, чтобы у нас освещение, которое идет от Direction Light, кстати говоря, их может быть, например, и два, например, там один от Солнца, другой там от Луны, да, то есть это тоже вполне можно делать. Для того, чтобы этот свет, который идет от Солнца дальнего источника, у вас каким-либо образом там взаимодействовал с атмосферой. То есть дело в том, что в реальной жизни в атмосфере есть множество частиц, как мелких, так и крупных, и, соответственно, свет от Солнца с ними взаимодействует, рассеивается, и за это меняется освещение. И Sky Atmosphere позволяет сделать более такое интересное освещение. И, в принципе, в большинстве случаев, вот видим, да, можем сравнить, видите, такое как бы рассеяние происходит. В принципе, в большинстве случаев его даже можно даже не настраивать, а просто так вот впихнуть и все. Но, тем не менее, параметры определенные есть. Во-первых, это радиус земли можно установить. Также можно немножко поменять освещение, как бы это цвет, который как бы накладывается на первоначальное освещение. То есть можно еще немножко так подрегулировать. Значит, высота атмосферы, да, то есть, видим, тоже меняется. Мультискейтеринг, по сути, это параметр, который определяет, ну, как раз это вот наложение. Потому что, если тут будет, например, ноль стоять, вот эта штука вообще работать не будет. Давайте сейчас я как-нибудь поменяю. Да, видим, вот, не меняется ничего. А теперь, вот видите, меняется, накладывается слабо или сильно. Значит, дальше у нас идет релеевское рассеяние. Это взаимодействие между лучами света и, соответственно, различными мелкими частицами в атмосфере. Это можно здесь усилить либо уменьшить влияние этого элемента. Вот, создавать различные эффекты благодаря этому. Цвет взаимодействия можно, да, изменить. Дальше у нас это миросеяние. Миросеяние это взаимодействие с крупными частицами в атмосфере. Да, то есть, все-таки, допустим, какие-то крупные там куски пыли летают в атмосфере или еще что-то. То вот можно усилить с ними взаимодействие. У вас получится такая какая-то мутная атмосфера. То же самое цвета различить. Можно, опять же, поиграться с параметрами, посмотреть, что вам понравится. Absorption у нас получается как бы поглощение. То есть, мы можем, например, усилить, что какой-то определенный цвет, например, в данном случае зеленый, у нас будет поглощаться. Да, то есть, тут, например, видите, мы такой красный как бы свет поглощаем. И, соответственно, к нам приходит свет уже без какой-то красной составляющей. То есть, тоже можно с этим параметром поиграться. Вот, ну и, в принципе, из важного... Вы можете, конечно, с другими параметрами поиграться. Я хотел бы вам еще кое-что показать. То есть, сейчас я попытаюсь сюда улететь. Вот. И показать вам все-таки мне... Можно, конечно, было бы радиус уменьшить. Тогда было бы это, возможно, побыстрее. Радиус Земли имею в виду. Сейчас мы с вами посмотрим. Мне нужно именно показать вам, как это работает из космоса. Тут у нас 6300 километров радиус. Огромный размер, конечно. Но, тем не менее, можно, во-первых, менять этот размерчик. Да, то есть, вот оно меняется. Ну, сейчас 6000. Давайте мы даже 3000 поставим. Вот. Можно вот так сделать. 5000 пусть будет. Вот. И здесь есть высота атмосферы. Так, давайте лучше уменьшим с вами вот этот вот, например, до 100 километров. Вот. Сейчас поближе подъедем. Вот. Видите, какая у нас идет у нас высота. Какие-то такие вот баги встречаются, к сожалению. Ничего себе не поделать. Вот. Вот у нас атмосфера. И можно, например, регулировать ее высоту. Видите, вот сейчас у нее 10 километров. Вот это вот 200 километров. То есть, тоже вот можно так вот. Это именно как вот из космоса, если смотреть. Вот. Кстати говоря, здесь тоже интересно весьма можно регулировать эти вот параметры. Да. Релеевское рассеяние, мир рассеяние. Да. То есть, с мелкими и с крупными частицами. Вот. То есть, тоже все это можно тут смотреть. Вот. Но это вот именно если вот из космоса смотреть. Внутри мы с вами тоже параметры разобрали. На этом, дорогие друзья, все. Спасибо вам за внимание. До следующего видео. Продолжение следует...